здравствуйте ребята интересно а можно ли вообще встретить человека который был бы совсем равнодушен к музыке ведь музыка это целый мир огромный таинственный разнообразный и каждый может найти в нем что-то свое близкое к сердцу сколько существует мире неповторимых мелодий столько же бесконечно много эмоций которые они вызывают с помощью чего как вы думаете дело было в музыкальной стране жили нотки на нотном стане не тужили весело напевали песенки а если начинали озорничать важный дядька скрипичный ключ был тут как тут разрешит все споры и придумает новую мелодию для нот чтобы они красиво звучали они спорили по пустякам и вот однажды скрипичный ключ услышал что в мелодии что-то зазвучало по-иному нотки звучали то выше то ниже что такое подумал он кто посмел нарушить мою мелодию и поспешил он к ноткам пред ним предстала интересная картина к ноткам на нотный стан пришли бемоль и диез встанет бемоль к нотке она зазвучит пониже а когда диез подойдет к нотке то та начинает звучать выше и получается мелодия совсем другая огорчился скрипичный ключ гости были непрошенные как с ними поступить смотрит и еще один знак появился ох запыхался бекар извинился он перед скрипичным ключом за пределки своих друзей взял за руки бемоля диеза и увел этих проказников от нот и зазвучала снова правильная мелодия но бемоль бекар и диез стали жить в стране музыка а как же без них а если лад нужно изменить с мажора на минор если встанет бемоль к третьей нотке и зазвучит нотка чуть ниже и получается вместо мажора минор также и с диезом если вместо минора мы хотим услышать мажор диез тут как тут и уже третья нотка начинает звучать чуть выше ребята что происходит с ноткой когда рядом с ней бемоль как вы думаете нотка звучит ниже правильно а что делать с с ноткой диез повышает нотку на чуть чуть выше правильно вот вы правильно и ответили диез повышает а бемоль что делать с ноткой совершенно верно бемоль понижает а вы забыли про нашего бекара что-то он загрустил когда бекар подошел и стал рядом с бемолем звучание стало прежним мажорным потому что бекар у нас отменил бемоля а теперь бекар подошел диезу что сделал бекар он отменил диез так для чего же нам нужен бекар правильно для отмены этих знаков а а а а а а а а а наша сказка подошла к концу как я рассказывала в сказке например если посмотреть на клавиатуру фортепиано то можно заметить что не все клавиши белые есть и черные так вот белые клавиши это ноты которые мы все знаем до ре ми фа со ля си а черные клавиши это как раз таки ноты диезы и бемоли например после белой клавиши до следующая черная клавиша будет до диез и так далее а в обратную сторону эта черная клавиша будет называться ре бемоль то есть одна черная клавиша может иметь два названия ну а если поставить бекар возле бемоля или диеза то получится просто нота до а ребята а теперь прошу вас ответить на следующие вопросы первый вопрос что такое диез второй вопрос что такое бемоль и третий вопрос что такое бекар а 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